всем привет хочу показать вам братцы модных шляпок это мода 1892 года творцы всего этого модиски вот как написано о них в википедии модиски мастерицы по изготовлению женских шляп а также женского белья и платья профессия модиски существовала 18 и 19 веках модиски создавали украшали головные уборы для дам шили одежду простого крови например платья этих сложных фасонов передники накидки чипсы шейные платки и мантили при изготовлении платьев более сложного кроя модиски пользовались услугами портных которые создавали основу для дальнейшего украшения задача модиски входил украшение отделка одежды для чего применялись разнообразные ленты кружева тесьма бахрома вышивка драгоценные камни цветы из ткани косынки и шарфы веера и прочее часто модиски переделали и давали вторую жизнь ношенным вещам решивая и украшая у модисок владеющих крупными заведениями широким кругом клиентов иногда работал до 100 человек наемного персонала для выполнения заказов привлекались ремесленники портные белошвейки кружевницы вышивальщицы изготовители шляп и перчаток а также искусственных цветов фижм корсетов перьев вееров и так далее водистки являлись прообразом современных дизайнеров одежды и кутюрье во франции модисток называли торговками модными товарами данной профессии трудились преимущественно дамы как правило жены и дочери торговцев тканями и галантереей 1776 году согласно постановлению правительства модистки были отделены от продавцов тканей и галантереи и получили возможность создавать собственную гильдию легендарной личностью эпохи людовика 16 была роза бертен модистка французской королевы марии антуанетты вошедшая в историю под прозвищем министр моды которую современные исследователи называют одной из первых французских модельер роза бертен была общительна обладала талантом предпринимателя что помогло и открыть собственное дело клиенты ее магазина были представители знатных родов франции англии швеции испании и россии работы роза бертен сохранились на портретах супруга людовика 16 наряда для которого модистка создавала с 1774 года до свержения марии антуанетты 1792 в русском языке термин модистка появился лишь в 1803 году в городах российской империи существовали женские профессиональные школы модисток а также профессиональные сообщества дамских портных и модисток по многих женских журналах имелись рубрики и разделы посвященные различным видам рукоделия но профессиональные издания для модисток появились лишь в последней четверти 19 века в санкт-петербурге выходил вестник моды для модисток ежемесячно иллюстрированный журнал модиска с моделями шляп главных уборов и украшений с тех пор как началось массовое производство шляп термин модиска обычно используется для описания человека который применяет традиционное ручное мастерство для проектирования изготовления продажи или отделки шляп в основном для женской клиентуры вот так вкратце о модистках мастерицах по изготовлению женских шляп а также женского белья и платья все пока пока до свидания красивые шляпки